Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня я хотел бы поговорить о том, что из себя представляет прохождение психоанализа. И, наверное, сосредоточиться на том, в чем сложность, с какими трудностями сталкиваются люди при прохождении психоанализа. И, наверное, самая первая мысль, которая мне приходит, заключается в том, что анализ проходить не просто сложно, его проходить вообще-то невозможно. Это какая-то невозможная вещь. Но, собственно, так как люди оказываются в анализе, то, соответственно, мы можем поговорить о том, что из себя представляют эти сложности. И, наверное, самая большая такая сложность или отличительная черта психоанализа заключается в том, что в психоанализе акцент делается именно на человеке, который проходит анализ. Мы еще называем такого человека не клиент, не пациент, хотя иногда приходится обращаться к этим словам. Мы называем этого человека либо анализируемый, либо анализант. То есть психоанализ изначально говорит о том, что человеку, который обращается к психоаналитику, ему принадлежит активная позиция. Это он совершает основную работу, проходя психоанализ. Это, собственно, наверное, одна из самых главных таких особенностей психоанализа. Наверное, это одна из самых главных причин, почему люди часто предпочитают выбирать не психоаналитиков, а, например, психотерапевтов или психологов, или даже психиатров. По той лишь простой причине, что с этими специалистами удобно сохранять именно пассивную позицию. То есть оставаться человеком, за которого решают, которому говорят, что делать, которому объясняют и так далее. Тогда как психоанализ нацелен на то, чтобы человек наконец-таки занял активную позицию. То есть, наверное, уже нет смысла говорить о том, что пассивная позиция, она подразумевает такую позицию ребенка, инфантильную несколько позицию. И, конечно же, человек так или иначе хочет в этой позиции находиться и сохранять ее. Тогда как психоанализ, он как бы выталкивает человека из этой позиции. Не очень приятное ощущение, конечно же. Но так или иначе, это то, что возможно отличает психоанализ от других психопрактик. Ну, вернемся к тому, что у анализанта в психоанализе активная позиция. И давайте поговорим о том, в чем, собственно, состоит эта активная позиция. Активная позиция анализанта состоит в том, что ему поручено, его побуждают говорить. И еще Фрейд говорил о самом таком главном правиле психоанализа. Это то, что анализан должен говорить, то, что ему приходит в голову. И на самом деле, казалось бы, такая простая функция говорить, оказывается, не такой уж простой. Потому что человек не так легко говорит. Нам не так легко говорить. Тем более говорить о самих себе. И это, казалось бы, простая такая повседневная функция оказывается очень сложной в кабинете психоаналитика. Говорить, оказывается, не так уж и просто. И опять же, здесь следует сказать, что это такая активная позиция. Мы предпочитаем, наверное, больше слушать. Мы предпочитаем слушать другого человека. И здесь, наверное, следует упомянуть такую гипнотическую силу вообще голоса другого человека. И опять же, психоанализ, он всячески пытается человека с этой позиции, с этого желания столкнуть. Вместо того, чтобы слушать, быть очарованным чьим-то голосом, чьей-то речью. Начать, собственно, говорить самому. И опять это речь, наверное, об активности и пассивности здесь. И действительно, говорение оказывается сложным в том плане, что когда я говорю в кабинете психоаналитика, мне приходится что-то извлекать, так скажем, из своего собственного бытия. Такое, что, собственно, я, возможно, даже не думал или никогда не произносил. То есть это такая работа по извлечению какого-то словесного материала. В этом, кстати, состоит сложность говорения в кабинете психоаналитика. Анализант также призван, когда он говорит, восстанавливать какие-то связи. Потому что очень часто в том, что он говорит, не так очевидна какая-то связь. Но какие-то обнаруживаются пропуски, пробелы в речи. И анализант, человек, который находится в кабинете психоаналитика, он должен эти связи восстанавливать. Это тоже психическая работа, опять же, которую совершать не хочется. То есть это работа сложная. Наверное, также следует сказать, что задачей анализанта является встроить какие-то пропущенные элементы его истории с помощью своей речи, с помощью своего говорения, свою историю. И, наверное, одним из таких интересных моментов является то, что анализанту надо научиться слушаться свою речь. То есть, собственно, то, что я говорю. И это, по сути, приглашает человека обнаружить его собственное расщепление, которое присутствует и вообще его психике. Расщепление, существование бессознательных процессов признать оказывается не так уж и просто. И в этом, как я уже сказал, заключаются сложности с говорением. Казалось бы, опять же, такая простая функция говорить, но оказывается, не все так просто. И следующим, наверное, моментом, следующей сложностью, которую я бы хотел отметить, это то, что в кабинете психоаналитика человеку приходится переживать какие-то чувства. В частности, здесь встает вопрос о психической боли. Потому что мы приходим в психоанализ, потому что в том числе мы испытываем какую-то психическую боль. Мы приходим в психоанализ для того, чтобы избавиться, так скажем, от этой психической боли, которая вызывает столько неудовольствия в нашей душевной жизни. Однако, когда мы начинаем проходить психоанализ, мы вдруг понимаем, что когда мы что-то говорим, когда мы что-то вспоминаем, какие-то события, какие-то ситуации, связанные с нашей историей, то боль, да, она, возможно, даже усиливается. Вот. И по этой причине можно сказать, что работа анализанта в кабинете, она, по сути, ее можно сравнить с работой скорбящего человека, который теряет любимого человека, который теряет какой-то любимый объект. Так вот, когда мы проходим психоанализ, мы тоже, по сути, начинаем разбираться с теми любимыми объектами, которые были для нас значимыми в нашей жизни. И по какой-то причине, да, утрата этих объектов, она произошла каким-то особым способом. Либо мы оказались фиксированными на этих отношениях с этим любимым человеком, либо как-то эти отношения стали чрезмерно значимыми, либо работа по утрате этих объектов не была никогда завершена. И это именно то, что, в принципе, начинает происходить, когда мы оказываемся в кабинете психоаналитика. Мы начинаем говорить об этих отношениях, об отношениях с любимыми объектами. И мы помним, что, как правило, мы имеем дело не с реальными любимыми объектами, там, мама, папа, да, а с представлениями, с нашими представлениями об этих любимых объектах. И, наверное, самым таким кардинальным исходом разборок таких с любимым объектом является феномен меланхолии. То есть, когда, по сути, человек, меланхолический субъект, он помещает отношения с любимым человеком внутри самого себя и ведет разборки с этим человеком внутри самого себя. Это такая нескончаемая борьба, нескончаемые разговоры. Несмотря на то, что этот объект является любимым, можно сказать, что там присутствует и огромный элемент агрессии и ненависти. Потому что, по сути, агрессию и ненависть мы можем испытывать только к тем объектам, которые для нас что-то значат. И когда мы проходим анализ, когда мы проходим, снова вспоминаем эти отношения, испытываем снова и снова эту психическую боль, у нас появляется возможность оторвать либидо. Оторвать либидо от этих объектов, перестать их нагружать чрезмерно. И, соответственно, освободиться от власти, от привязанности к этим объектам. В этом, собственно, состоит суть той психической боли, которую мы снова и снова переживаем. Но постепенно мы освобождаемся от этой связи с любимыми объектами. И можем как-то начать строить какие-то другие отношения. И интересно, как Юлия Кристиева сказала о том, что иногда, да, почему вот так сложно избавиться от психической боли? По той лишь простой причине, что боль, она помогает сохранять связь с этими любимыми объектами. Поэтому сегодня, наверное, выводом таким будет, что действительно анализ проходить очень сложно, говорить нелегко, испытывать психическую боль совсем не хочется. Но это составные части анализа, без которых продвинуться куда-то, да, очень будет сложно. И это, возможно, одна из причин, почему люди не задерживаются в анализе, прерывают анализ, уходят из анализа. Тогда как это являются важными элементами, психическая боль, говорение, да, являются важными элементами прохождения анализа. И хотелось бы закончить словами, как Зигмунда Фрейда, который он написал другому психоаналитику, Теодору Райку. Он сказал следующее. «Психоанализ требует мужества не только от аналитика, но и от анализируемого. Слабовольным и инфантильным психоанализ противопоказан». «Психоанализ требует мужества не только от анализируемого.